Приветствую вас. Давайте попробуем последовательно разобраться с тем, что вы написали. Значит, пожалуйста, помогите. Я бросил человек, которого я три года тянула, помогала физически, рисковала всем, месяц не могу успокоиться. Уникальный вопрос. Вы помогали человеку для чего? Зачем вы помогали человеку? Зачем вы делали для человека и для чего вы рисковали всем? Значит, вы уже задавали свой вопрос, немножечко другой, невозможно больше, чем на лет 61 год. Проблема для меня, что он сидит на одинаковом, когда меня нет, не обслужившись у себя совсем, свидетелькой. Я волнуюсь, чем это закончится, потому что только его люблю. Ага, значит, дальше вы на этот вопрос взяли лучшим ответ эксперта Смирновна Андрея, который написал вам, что инвалид-сиделка для посредительниц сайта знакомства интереса не представляет, но для него это одна и немного радостей пообщаться в интернете. Будьте с ней сходительнее. То есть для вас важно, вот в рамках этого ответа, понять для себя, что человек никуда не денется, что мужчина все равно будет как бы с вами. Но проблема заключается в том, что, что именно невыносимо для вас больше. То есть проблема для вас, что он сидит на сайте знакомств. Когда у вас... Но это значит, что он не ценит вас, и это значит, что он пользуется вам. И вы волнуетесь, чем это кончится, потому что вы сильно его любите. Вы знаете, если человек сидит на сайте знакомств, если он общается с другими женщинами, и при этом как бы не очень ценит вас, то вы, любя его, на самом деле, вредите только себе. И возникает вопрос, чем обусловлен подобный вред с вашей стороны. Если вы хотите почувствовать себя женщиной с ним, с мужчиной с этим, то тогда он вам этого не дает. И почему вы выбрали для того, чтобы ощутить себя женщиной именно такого человека? Чем обусловлен ваш выбор? Вы постарайтесь вот это нам здесь как-то обрисовать, как-то, может быть, немножечко подробнее разложить, потому что пока непонятно. Если вам нужен этот человек для того, чтобы почувствовать себя женщиной, то вы, получается, его используете в своих целях, получается. То есть, получается, что он вам нужен для того, чтобы как раз-таки ощутить себя женщиной. А что, получается, без него вы себя женщиной не ощущаете? Если это так, если вы без него не ощущаете себя женщиной, то вопрос к вам будет такого плана. А почему вы не ощущаете себя женщиной сами с собой, наедине с собой? Что вам мешает это сделать? Может быть, не уверен в себе, может быть, еще какие-то моменты. Но это нам нужно, скорее всего, с вами прорабатывать. Как мне показалось, потому что у вас слишком высокая эмоциональная связь с этим человеком, что навевает нам мысль о том, что, возможно, имеет место быть любовной зависимостью. В любом независимости еще никому ничего так хорошего не приносило, поэтому от нее стоит избавляться. Дальше. Все постелось у меня, когда узнало, что ему новое помогает. Это садил для меня. Я боюсь, что перейду в черту. Я боюсь за него, что наврежу и попаду в полицию. Я срываюсь каждый день на улице. Все, все-таки, считается вот в чем. Значит, у мужчины, у того самого, как я понял, инвалиды, которому уже 61 год, появилась другая девушка, которая теперь ему помогает. А вы чувствуете себя повскошенным. И, как бы, это означает, что вы человеку-то, в общем-то, счастья, как такового не желаете. Почему? Ну, потому что вы смотрите, что хотите. Вы хотите, чтобы он был с вами. Вы не рады, например, за него, если у него появилась другая девушка. Вы не рады, что он может быть, может быть. Конечно, это только может быть. Я не говорю, что так на самом деле. Но, может быть, он теперь счастлив. Может быть, у него все хорошо. Вы не думали об этом на самом деле. Если вы не думали об этом, то я вам рекомендую задуматься на самом деле. Потому что, поверьте, это очень важный момент. Вы переживаете так из-за того, что он вас, как бы, оттолкнул от себя. Я понимаю. Я понимаю, что вы переживаете из-за того, что он опорнул вас от себя. Но это значит лишь то, что мужчина вас не уважает. Это значит лишь то, что мужчине вы неинтересны. Так почему же вы сами до сих пор все еще за него цепляете? Что вы получаете от этого человека для себя такого, что заставляет вас за него цепляться до сих пор? Вот на этот вопрос вам нужно ответить. Далее вы пишете о том, что у вас что-то обострит. Вполне вероятно, что речь идет о некой такой психосматической реакции на то, что произошло. И если это действительно так, то если я правильно вас понял, если речь идет действительно о психосматической реакции, то вам нужно, понятное дело, исключить разрушающий фактор из вашей жизни. Хотя бы ради вашего ребенка, хотя бы ради вашей мамы, как я понял, которая в вас нуждается. И так далее. Но вы этого, конечно, не делаете. Потому что сейчас вы находитесь в состоянии любовной зависимости от человека. И важно понять, чем эта зависимость обусловлена для вас. Чем она вызвана? Почему так вообще получилось, что вы с этим мужчиной встречаться начали его? Чем он вас привлек? Почему вы выбрали именно его? Ну и так далее. То есть вопросов к вам достаточно много. И на эти вопросы вы, к сожалению, здесь не отвечаете. А разбираться с вами нужно, чтобы помочь. Помочь, если вы сходите помощи, а как можно помочь, не зная вас, не зная того, что с вами происходит. Это просто будет, ну, знаете, такие предположения, и не более того. То есть понимаете, как происходит? Вы в этого человека вкладывали очень много значений. Вы в этого человека вкладывали слишком много своих собственных личных интересов. Может быть, вы считаете, что никто другой на вас внимания не обратит, из мужчин, я имею в виду. Может быть, он вас как-то зацепил, задел, и так далее. Тут на самом деле можно только гадать. Но нужно, чтобы вы это для себя определите. потому что вот то, что вы вкладываете в мужчину, это слишком много. И может быть, вы не пережили, например, смерть отца, который кончил самоубийство в свою жизнь. Может быть, вы отгротитесь от больной дочери, и так далее. то есть нужно с вами разбираться, что вас психически травмировало, как вы оказались с этим мужчиной, и что вас рядом с ним удержало, а также почему у вас настолько занижена самооценка, что вы терпите подобное издевательское и пренебрежительное отношение к себе. Тем самым обесценивая себя же как женщину. То есть вы, как женщина, становитесь менее ценной для него из-за своего такого поведения. Соответственно, вы себе в чем-то сомневаетесь, соответственно, вы что-то в себе не принимаете, соответственно, у вас есть какой-то внутренний конфликт, внутреннее противоречие, и вот с ним нужно разбираться, его нужно разрешать, чтобы вы были свободны в выстраивании как своего поведения, женского и общего человеческого, так и в поведении именно в отношении, а также в выборе мужчины, своих мужчин. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.